Всем привет, с вами снова Стэла и выпуск Интересное за месяц. Я сейчас нахожусь в Бангкоке, у меня последний день, осталось 2 часа до самолета, и надеюсь, я не буду снимать это видео слишком долго и не опоздаю на этот самолет. Начнем традиционно с книг. В этом месяце я начала читать несколько книг, ни одну не закончила, в общем-то, как-то читала их параллельно, из чего, наверное, могу сделать вывод, что не настолько меня книги затянули, потому что иначе я их просто читаю-читаю без остановки. Про одну книгу, наверное, только скажу. Это книга «Ан Доктор», она вышла недавно, не думаю, что она есть на русском языке. Идея этой книги заключается в том, что сейчас, в современном мире, при наличии интернета, при возможности находить совершенно любую информацию в интернете, возможности общаться с людьми, заходить на какие-то специфические форумы и так далее, современный человек может сам помогать себе лечиться. Речь идет не о том, чтобы полностью заменить врача, условно говоря, если у тебя, не знаю, сломалась нога, пытаться лечить ее дома домашними методами. Речь идет о том, чтобы быть более информированными пациентами и не просто идти слепо доверять доктору, а идти читать, изучать информацию и пробовать альтернативные методы. Лично я достаточно давно практикую этот метод такого баланса самолечения и похода к врачам, но я знаю, что среди даже моих каких-то знакомых этот метод всегда вызывает счет, и основной аргумент заключается в том, что что ты можешь знать, есть доктора, которые изучали этот предмет в университете, и уж они-то знают лучше. Но те, кто давно на моем канале, помнят, как в одном из интересных замес, я сюда поставлю ссылку, если не забуду, я рассказывала про такую интересную вещь, как Half-Life of Facts, то есть такой полураспад информации. Напомню, речь шла о том, что за определенное количество времени половина информации, принятой в данной науке, полностью становится неактуальной. И в той же, например, Америке студентам-врачам часто говорят, когда они учатся, что через сколько-то, 5-6 лет, когда вы закончите ваше обучение, половина из того, что мы вам рассказывали, станет неактуальной. О чем это? О том, что постоянно появляются какие-то новые исследования, новые какие-то открытия, новые какие-то веяния, новые технологии, которые очень сильно все ставят с ног на голову, и любой человек в любой науке, и особенно врач, потому что там полураспад происходит достаточно быстро, любой врач должен постоянно, не знаю, учиться. То есть не просто раз, не знаю, в пятилетку ездить на какие-то там повышения квалификации, а прям постоянно читать новые книги, новые статьи и так далее. Но далеко не все врачи это делают по понятным причинам, потому что многие слишком заняты работой, кто-то пошел работать врачом, но для него это не какое-то его увлечение всей жизни. Ну, в общем, как в любой области. Поэтому говорить, что там врач знает больше, чем ты, сейчас в современном мире неправильно. То есть, грубо говоря, там 50 лет назад, да, действительно это было правильно, потому что никакой другой информации не было, но сейчас можно пойти и, в принципе, прочитать не просто там статью в интернете, там написанную каким-нибудь очередным там не очень опытным человеком, но можно читать статьи, которые пишут другие врачи. Можно читать научные исследования, там какие-то выжимки этих научных исследований. И есть, например, такие сайты, как PatientsLikeMe. Можно пойти на этот сайт и обнаружить информацию там про пациентов с такой же болезнью, как вы. Опять же, речь идет не о том, когда у вас там инфекционное заболевание, или вы там сломали руку-ногу, речь идет о каких-то таких болезнях, не знаю, там, начиная от рака, заканчивая, там, не знаю, там, повышенный холестерин или еще что-то, там, какие-то сердечные болезни, которые не суперэффективно лечатся современной медициной, да, несмотря на все эти технологии. И как раз в этой книге речь идет о том, что многие современные методы, они не всегда актуальны, да, не всегда врачи будут пользоваться какими-то альтернативными методами, даже теми, которые работают. Опять же, я не предлагаю вам эти, там, какие-то бабки-гадалки. Здесь идет о том, что надо просто изучать информацию. Ну и вот один из примеров, который основной, в общем-то, в этой книге, в том, что у очень многих людей недостаток железа и магния, йода и витамина D в организме, и очень многие болезни, да, связаны именно с этим. То есть, грубо говоря, вот эти, там, четыре компонента влияют на общее состояние здоровья и, там, стимулируют появление других болезней. Я не буду сейчас вдаваться в медицинские темы. Ну, книга достаточно интересная, но даже не столько книга, а сам подход. То есть, я знаю, как я уже говорила, многие такой подход пугают, но в современном мире это действительно сейчас возможно. И, в общем-то, если, например, вы из тех людей, разумных людей, время от времени, да, прибегаете к, там, самолечению через интернет, но при этом, там, вас за это ругают, хочу вас убедить, что вы не один такой и что даже другие врачи, как вот этот автор книги «Ан докторед», в общем-то, наоборот, проповедуют именно такой метод. Не лечить себя, да, полностью, там, читая дурацкие, там, форумы в интернете, а искать проверенную информацию, авторитетную информацию, быть информированным пациентом и, приходя к врачу, понимать, какие тебе делают анализы, зачем их делать, что знания, что в результатах анализов обозначают, читать, какие есть альтернативные методы и так далее, и тому подобное. Я, конечно, понимаю, что этот метод доступен не для всех, для этого нужно быть человеком, умеющим находить информацию в интернете, фильтровать ее, да, от всякого бреда, шелухи, быть не слишком наивным и, там, не верить всему, что есть в интернете, но, в общем, для разумных людей это вполне разумный подход, скажем так. Следующий раздел — это какие-то интересные находки, там, в плане видеоблогеров, просто блогеров, аккаунтов и прочее. Первое, что я хочу с вами поделиться, и, наверное, вас это шокирует, я случайно наткнулась на Инстаграм, который сейчас становится очень популярным, называется Boys with Plants, если не ошиблась название. Последнюю, правда, неделю там достаточно странные фотографии стали, но это очень милый Инстаграм. Я думаю, мужчинам он, может быть, не очень приятен. То есть, лично у меня, когда в ленте появляются картинки этих Boys with Plants, и очень многие картинки такие приятные, трогательные, я, опять же, выложу сюда пару скриншотов, у меня прям они поднимают настроение, но, опять же, я очень люблю растения, это с этим связано, конечно, в первую очередь, но, я думаю, для многих может показаться странным этот аккаунт, но, тем не менее, я всем про него рассказываю, он клевый. Следующее, о чем я хотела рассказать, это очень классный YouTube-канал, который называется Vendover Productions, он для таких нердов, гиков, людей, которым интересно, как делать те или иные вещи, ну, таких вот занудных людей в хорошем смысле. На этом канале выходят всякие такие интересные видео, например, каким образом формируется цена на билет в самолете, или каким образом успешны дискаунтеры самолетные, или, там, не знаю, как работает почта, или, там, история того, почему Америка была, там, самым сильным государством в плане общественного транспорта, а сейчас он там практически не существует. Это такой просто набор интересных фактов, очень прикольное сделанное видео, в общем, такое для общего развития, не знаю, научно-популярное, вряд ли, конечно, так назовёшь, ну, такое, в общем, прикольное. Два YouTube-блогера, которых я открыла именно в сентябре, и получилось так, что я, естественно, больше всего их смотрела, потому что прям хотела смотреть за поем разные видео, и, причём, эти блогеры совершенно разные, абсолютно вообще из разных миров. Первая – это Маша Золина, совершенно классная, сумасшедшая, энергичная, не знаю, в общем, для меня это вот такой вот человек, с которым я могла бы дружить, наверное, в реальной жизни, если бы жила в одном городе. И второй канал – это Катя Дулаева. Я совершенно случайно его обнаружила, я обычно такие каналы не смотрю, потому что я не увлекаюсь, там, ни вегетарианством, ни какими-то такими healthy food рецептами, но мне совершенно случайно YouTube подкинул, как бы, её какое-то видео, и я его посмотрела, и оно прям было классное-классное, оно было что-то такое, там, 10 или 20 healthy snacks, и там действительно какие-то были реальные рецепты, действительно классные. И я стала смотреть её канал, узнала, что у неё есть магазин кристаллов, поскольку кристаллы, хотя у меня их нет, я их не покупаю, но к ним какую-то я испытываю особую слабость, и прямо мне даже захотелось заказать пару кристаллов у неё, потому что, не знаю, она какая-то очень приятная такая человек, очень классный канал, очень такой душевный, уютный, домашний. И не буду дальше рассказывать ни про первый, ни про второй, просто зайдите, посмотрите, потому что это совершенно разные каналы, и я уверена, что кому-то там Маша, может, совершенно не понравится, кому-то там Катя покажет, ну, там, ничего такого особенного. Ну, вот прямо у меня это были такие два приятных, очень душевных открытия сентября. И ещё два, наверное, таких последних, не знаю, человека, не человек, которые встретились мне. Первый человек, который я знала раньше, это Саймон Сенник, я до этого даже где-то в блоге, по-моему, выкладывала его выступление. Очень крутой чувак, очень крутые вещи говорит, и последнее видео, которое я посмотрела, я прям даже везде его пошейрила, оно про миллениалс и про социальные сети, о том, что, как говорят, с нами делают социальные сети. Мы все понимаем, что вроде как социальные сети это не очень хорошо, чрезмерное использование это как-то вредит нам, но и все такие вроде бы говорят, что, ну, надо как-то поменьше бы этого всего, но никто этого, естественно, не делает, потому что нет чёткого объяснения, что конкретно плохо, да, то есть как конкретно механизм там вреда действует и как это вообще всё происходит. И вот как раз в видео вот этого Сайника я выложу ссылку на него, обязательно посмотрите, если вы понимаете по-английски, ну, возможно, можно найти русскую версию, я прям уверена. Он очень чётко объясняет, что не так, и особенно он там рассказывает это на примере миллениалс, да, то есть детей, родившихся в 2000-х годах, но, в принципе, это применимо ко многим, не только к миллениалсам, но, если вы, соответственно, из тех, тем более посмотрите. Вот у него, и, кстати, в книге, в которой я делала обзор до этого «Хочу и буду» тоже было немножко про соцсети, и очень так чётко объяснено, что с ними не так. Второе видео, которым я хотела с вами поделиться, чтобы вы его тоже посмотрели, это видео от Эмилии Вапни про мультипотенциалы, мультипотенциалы. Какое-то время назад я делала на канале видео про сканеров, про людей, у которых несколько интересов параллельных, и они не могут, например, выбрать одно дело жизни, им хочется выбрать 5 дел жизни, или постоянно ротировать эти дела жизни. И это, на самом деле, очень интересная тема, о ней мало пока всё равно ещё говорят, и я уверена, что для многих людей, которые откроют для себя вот эту концепцию мультипотенциалов, там, сканеров, это вообще может полностью изменить жизнь и перевернуть её. Поэтому посмотрите это видео, если вы вдруг ещё эту тему не как-то не вникали в неё, ну или вникали, хотите больше информации, и вы, например, из тех людей, которые всё время не понимают, ну как вот можно заниматься всю жизнь одним делом, если мне вот это интересно, и это интересно, и здесь хочу, и туда хочу, и, в общем, такой вот весь расспрос интересов. Вам нужно узнать о том, что вы мультипотенциал, и начать жить как настоящий мультипотенциал. Ну что, теперь переходим к таким интересным, полезным приложениям, которые я открыла для себя, опять же, в сентябре. Первое, наверное, о котором хочу сказать, это, наконец-то я себе завела какой-то адекватный почтовый клиент для своего макбука, программа Airman. То есть классический почтовик, который уже идёт с маком, да, в родной ОСИ, я перестала использовать, я стала пользоваться Airmail. Очень прикольная программа. И сюда, кстати, тоже приложу скриншот, как сделать так, чтобы теперь программа Airmail стала вашим основным клиентом, потому что иначе будет автоматически открываться старый почтовик, и не все знают, как это настроить. Ну, хотя если погуглить, конечно же, можно найти. Ещё одно такое милое, клёвое, приятное приложение, которое я обнаружила, это приложение для того, чтобы писать текст, особенно если вы там пишете какие-то блок-тексты или просто, не знаю, какие-то заметки для своей будущей книги, или просто заметки. И хотя у меня есть уже Evernote, ещё у меня есть Simple Note. Кстати, наверное, надо сделать видео, объяснить, какими текстовыми программами я пользуюсь и каким образом, зачем я так много. И вот у меня теперь появился Bear Up. В нём очень удобно, если вам нужно писать какой-то текст, чтобы потом куда-то его запостить. Я пишу его в Bear Up, и там видно количество знаков, символов, ну и как-то там, в общем, можно красивая такая маркировка. В общем, если вы фанат всяких текстовых приложений, я ничего дальше говорить не буду, просто посмотрите на него, скачайте. Единственное, если я не ошибаюсь, то в бесплатной версии нельзя сделать синхронизацию кроссплатформенную. То есть вам надо скачать его, например, где-то, попробовать немножко, посмотреть, насколько вам это удобен, и уже иногда принимают решение, стоит ли его покупать. Я пока не стала его покупать, я пользуюсь всего только на Mac, просто для того, чтобы там хранить какие-то записки, которые, заметки, которые мне не понадобятся там других девайсов. Следующая клёвая программа, которую я хотела сказать, она для андроида актуальна, не знаю про айфон, поэтому можете пока закрыть уши, если у вас айфон. Называется Folder Sync. Она нужна для синхронизации ваших папок на телефоне, с папками там, не знаю, в Dropbox, или там Google Drive, или где-то ещё. Поскольку я очень много делаю всяких фотографий, видео, я их потом раскладываю по папкам внутри своего телефона, чтобы проще к ним можно было возвращаться, и что-то оттуда постить. И, соответственно, иногда мне нужно какие-то фотки использовать в постах, и, соответственно, мне они нужны на моём компьютере. То есть в этой программе вы настраиваете, какие папки вы хотите куда синхронизировать, и, соответственно, оно потом складывается. Потому что иначе, если бы у меня просто была бы общая синхронизация фотографий, куда-то там на Google Drive, всё было бы одним большим скобом, совершенно неудобно. Теперь про всякие полезные сервисы и сайты. Наверное, самое главное сайты, о котором я хотела рассказать, это сайт BlogLiving. Я им, в общем-то, довольно-таки давно пользуюсь, но вот в последнем месте как-то прям активно реанимировала и прям активно читала. Что такое BlogLiving? Ну вот, например, у вас есть какое-то количество блогов, то есть это не YouTube-каналы, а именно написанные блоги, текстовые. У вас есть какое-то количество этих блогов, и вы их читаете. То есть, грубо говоря, нужно каждый раз заходить на каждый блог и там, в общем-то, информацию-то получать. Когда-то давно, да, существовало в Google Google Reader, RSS, и, собственно, через них тоже я читала очень много блогов. Но когда Google Reader умер, я перешла на какие-то другие программы, типа Feedly, но как-то вот у меня всё это не прожилось. Я перестала полностью пользоваться RSS-ом. Ну, как-то прям на много лет. Потом в какой-то момент я нашла этот сайт BlogLiving, который, в общем-то, как-то некая замена RSS. То есть, если есть какие-то сайты или блоги, за новостями которых вы следите, вы добавляете их. То есть, вы заводите себе экран на BlogLive и добавляете туда. В итоге, когда вы заходите в свою ленту, вы видите, в общем-то, все заметки этих блогов, да, в том хронологическом порядке, в котором, в общем, люди пишут. Это очень удобно, потому что это какой-то такой агрегатор всех сайтов, на которые вы подписаны. Там же можно находить какие-то другие интересные блоги, потому что он вам постоянно предлагает. В общем, достаточно, не знаю, прикольная штука. То есть, я очень часто, там, не знаю, вечером ложусь спать, и мне хочется что-нибудь такое почитать, но не хочется прочитать книгу. Я просто открываю свое приложение BlogLiving и смотрю, там, кто из моих блогеров что-нибудь интересное написал, и читаю эти статьи. Довольно-таки удобное приложение, и вот как-то в сентябре оно у меня прям прижилось-прижилось. Наверное, еще связано с тем, что в последнее время я как-то все больше стараюсь отморозиться от Фейсбука, потому что как бы я не пыталась, там, не знаю, работать с ним, там, скрывать людей, которые мне неинтересны, там, ставить галочку, показывать, там, меньше такого-то человека, ставить звездочки тем людям, которые, там, мои близкие друзья. Все равно Фейсбук показывает то, что вы хотите показывать. То есть, я все равно регулярно пропускаю интересные заметки от моих близких друзей, при этом постоянно вижу какой-то шлак. И, в общем, как-то я решила, что надо поменьше читать ленту Фейсбука в принципе, но при этом хочется как-то получать какую-то свежую информацию, и вот такие вот сервисы, как BlogLive, позволяют мне как-то, в общем, не знаю, следить за теми же моими друзьями, которые тоже ведут блоги, ну, и так далее, и тому подобное. Кстати, если говорить про Фейсбук, забыла вам в предыдущем блоге рассказать про одно интересное приложение. Приложение, такой плагин для браузера, который помогает защитить Фейсбук. В общем-то, благодаря этому плагину я хоть как-то теперь не боюсь заходить на свой Фейсбук. Суть, плагин заключается в том, что вы можете в настройках поставить, чего вы не хотите видеть. Например, вы не хотите видеть какие-то апдейты, игры, в которые играют ваши друзья. Не хотите видеть там, кто кого лайкнул, кто кого откомментировал. То есть, там прям очень-очень-очень подробная настройка. Приложу здесь тоже скриншоты. И, ну, не могу сказать, что прям Фейсбук стал лучше, но он стал гораздо лучше, то есть на порядок. Но, опять же, всё равно ставится проблема, что Фейсбук может показывать вам тех друзей, которых он считает нужными, а не тех, которых хотели бы читать вы. И если раньше спасение от этой ситуации был Инстаграм, куда-то мог заходить и по-прежнему видеть своих друзей, то сейчас уже Инстаграм тоже не тот, потому что до него добрались цепки руки Фейсбука, и теперь тоже это алгоритмы, и теперь тоже я вижу одних и тех же людей по сто раз. Я вижу какие-то посты, которые я уже видела, и которые недельной давности, но при этом я не вижу ничего актуального, всё это немножко бесит. Поэтому, честно говоря, хочется какой-то новой социальной сети адекватную. Но, опять же, сети-то новые есть, но в них никого нет. Ну, то есть, в общем, всё как-то достаточно сложно. Ну, вот пока поэтому я сижу в основном на булок лавен и просто читаю посты людей, а не всякую дребедень, которую люди выкладывают в свой Фейсбук. Причём ещё не те люди, которые я хотела бы читать. Ну, вот это, наверное, всё. Я решила не рассказывать про всё-всё-всё. Интересно, что было со мной за сентябрь, потому что, по крайней мере, таким способом, наверное, я смогу сократить видео. Ну, надеюсь. Вот. Но, тем не менее, опять же, призываю всех подписываться на интернет-канал, потому что в последнее время я туда почти каждый день что-то писала. И если мне попадают какие-то интересные видео, какие-то там лекции TED или чего-то ещё, какие-то интересные приложения, я сразу же туда об этом пишу. Вообще, моя мысль про телеграм-канал такая, что очень много людей должны уходить туда в том плане, что любой человек может там завести канал, даже не обладая какими-то такими специфическими знаниями, которыми он хотел бы делиться. Ну, то есть, грубо говоря, там, я понимаю, есть канал, там, обзор каких-то IT, программ, есть канал, там, обзор книг, окей. Но, в принципе, телеграм-канал – это отличный инструмент для микроблогинга, для тех людей, которые просто хотят делиться там своей жизнью, у кого какая-то, может, интересная жизнь, или у них в каком-то интересном месте живут, или что-то такое интересное делают. И что прикольно с телеграм-каналом, ничего не нужно делать, чтобы там, как сайт настраивать, да, или как-то морочиться. Хотите, высылайте туда тексты, хотите, высылайте туда картинки, хотите, высылайте туда аудио какие-то, да, записи, высылайте какие-то микро-видеозаписи. В общем, супер-супер на самом деле удобно, и, возможно, это и есть какая-то новая социальная сеть, потому что, мне кажется, самое лучшее в телеграм-канале то, что нельзя оставлять комментарии. Потому что комментарии, мне кажется, убивают вообще любой блог в современном мире, особенно если это русскоязычный блог, потому что русскоязычный интернет, я не знаю, что не так с людьми, но это самый вот агрессивный, да. Я слышала от многих людей, это самое агрессивное такое комьюнити, то есть есть куча-куча классных, положительных, позитивных людей, ну, в том числе вас, да, вы там оставляете часто мне очень классные комментарии, отзывы, я прям так радуюсь. Но есть куча каких-то людей неадекватных, которым, я не знаю, почему этим людям нечем заняться, они ходят и оставляют такие нелепые комментарии, и у меня есть англоязычный, пусть и маленький канал Болиблогер, там за все время существования этого канала не было ни одного комментария, вот мерзкого из разряда там, что у тебя волосы там, не знаю, не причесаны, или что у тебя глаза красные, или что у тебя там то-то несет, ну, то есть вообще ни одного, то есть представьте, ни одного комментария за все время существования этого канала. русскоязычных, только успевая вообще зачищать все эти мнения. И в этом смысле Телеграм прекрасен, потому что все эти люди, у которых есть вот эти мнения прекрасные, которым они очень обязательно даже со всеми делятся, им там некуда это делать, им некуда притыркнуть это свое мнение, а те люди, которые действительно стоящие, я время от времени напоминаю людям, куда мне можно слать личные сообщения, и часто туда люди присылают отдельный аккаунт, естественно, завела для этого, и люди присылают туда какие-то там советы, каких-то проложений, тех же там каналов, и спасибо, кстати, всем, кто это делает, что я все это читаю, изучаю, и вот это какой-то такой прикольный формат. Наверное, для тех людей, у которых там, возможно, там 10 тысяч подписчиков в Телеграме, может, им не очень удобно, что им пишут в личку, а с другой стороны таким образом устанавливаются какие-то, не знаю, более тесные связи, то есть не просто это какие-то безликие комментаторы, которые там, ты не знаешь, кто это, что это, а ты как бы, если видишь, что человек, например, постоянно тебе комментирует, постоянно тебе что-то высылает, в личку, то ты как-то, в общем-то, не знаю, ну, какое-то это все-таки в большей степени общение виртуальное, чем просто ответ на комментарий. В общем, немножко я расфилософствовалась на эту тему, но вот просто мне прям очень не хватает какой-то более адекватной социальной сети, где не будет этих лап в Facebook со всеми этими дебильными алгоритмами рекламы, прям очень-очень не хватает, и пока вот у меня вся надежда, наверное, на Телеграм-канал, и на то, что больше людей, там, точно и моих друзей, будет просто заводить там микроблоги, не знаю, писать там свои жизни, потому что есть такие друзья, например, так, ладно, не буду называть имен, но, в общем, люди, которые очень классно пишут какие-то вот заметки в свой же даже Facebook о своей жизни, и ты прям читаешь и просто угораешь вообще, насколько у человека классный такой саркастический, такой сатирический слог, и в Facebook это все теряется, Facebook это план не показывает, да, если бы если человек заведет Телеграм-канал, не знаю, что если его раскрутить, ну, как-то, в общем, другие будут о нем рассказывать, мне кажется, это просто бомба, это вообще идеальный микроблог. Ладно, простите меня за эту пяти или десяти минутку полета моих фантазий, но решил воспользоваться возможностью сказать о том, о чем я думаю. Ну, все, я пошла собирать вещи, скоро приедет такси, вот, я не взяла с собой ноутбук, к сожалению, не смогу прям сейчас это видео для вас монтировать, жалко, что я не взяла ноутбук. Ну, все, до встречи в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok